Нефть не осталась в стороне от глобального роста доллара. Следствием усиления мировой валюты стало активное снижение стоимости черного золота. В принципе, в этом нет ничего удивительного, так как подобная обратная взаимосвязь между долларом и нефтью прослеживается с завидной регулярностью. И раз уж на валютном рынке со временем должно стать меньше свободных долларов, то совершенно очевидно, что и на сырьевом рынке их количество пойдет на убыль. А это неизбежно приведет к постепенному снижению нефтяных цен. Вместе с ценами на нефть, как указывают аналитики, в ближайшее время будет слабеть и российский рубль. Тем временем цена нефти Brent в очередной раз отскочила от района сопротивления на отметке 73.50 и двинулась вниз. При этом торговый график повторил амплитуду колебания котировок от 31 августа. Как мы видим, теперь на пути продавцов стоит уровень поддержки 70 долларов за баррель, а дальнейшее ослабление цены может негативно сказаться на объеме коротких позиций, чего в целом аналитики пока не ожидают. Вероятно, мы еще увидим колебания нефтяных котировок. На пути к отметке 70 долларов цена марки Brent может подниматься до 73 долларов и снижаться относительно этой отметки, находясь в такой амплитуде еще несколько дней. Что касается марки WTI, то ее котировки достигли цены в 70 долларов 60 центов. Причем американская нефть смогла сначала локально обновить максимум коррекционного хода, а затем на ее торговом графике возник застой. В результате сократились объемы длинных позиций, а движение цены развернулось в сторону отметки 68 долларов 30 центов за баррель. Таким образом, если цена удержится ниже значения 68, это приведет к дальнейшему ослаблению котировок WTI ближе к 67 долларам. Альтернативный же сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами в случае возврата цены выше уровня 69,60. А усиление доллара ожидаемо отправило валютную пару доллар-рубль вниз, причем в ходе интенсивного нисходящего тренда ее котировки достигли локального минимума от начала августа. В результате в ценовом районе 72,70 вначале возник локальный прокол тенью четырехчасовой свечи, а затем началось сокращение объема коротких позиций. Кроме того, в этот момент один из технических индикаторов сигнализировал о высоком уровне перепроданности доллара. Таким образом, учитывая результаты технического анализа, аналитики предполагают, что на рынке вполне может возникнуть смена торговых интересов. Это, в свою очередь, приведет пару доллар-рубль к поэтапному восходящему тренду. Какой котировки может достичь пара? Пока аналитики склонны к уровню 73,20. По паре евро-доллар картина выглядит схожей, но здесь не происходит столь стремительного роста котировок и ослабления рубля. Пока евро торгуется на отметке 86,5 рубля и все еще есть потенциал снижения. Аналитики пока ожидают подробностей относительно решения Европейского центробанка на этой неделе. И до этого момента котировка пары евро-рубль будет двигаться в достаточно узком ценовом диапазоне от 86,20 до 86,80. Снижение российской валюты, как мы уже сообщали выше, стало вполне ожидаемым. В принципе, реакция рубля на содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов ничем не отличалась от реакции других валют. С той лишь разницей, что снижаться рубль начал сегодня, а не в пятницу. Все дело в том, что разворот на валютном рынке начался уже после закрытия торгов по рублю. В любом случае, указывают аналитики, в ближайшее время рубль будет исключительно слабеть. Ведь судя по содержанию доклада, американский рынок труда уже восстановился, а значит Федеральная резервная система спокойно может приступать к постепенному сворачиванию программы количественного смягчения. И это на данный момент главная движущая сила на рынке.